Несколько лет назад в районе Тулака на склоне набережной были высажены деревья на участке около 500 метров длиной. Засеяли его даже газонной травой. Но все это постепенно со временем засохло и умерло, поскольку не проложили поливочные трубы. Видимо, как всегда, что-то помешало. Поначалу машины с водой приезжали, но потом перестали. Траву затоптали, да это и естественно, потому что здесь всегда многолюдно. Это излюбленное место для прогулок и отдыха. А деревья? Некоторые выжили, но большинство погибли. Жалостливые жители первое время пытались спасти деревья и приносили кто сколько мог воды. Но полить столько деревьев ведерками и баночками невозможно. Так что не удалось вырастить рощицу, а всем нам насладиться красотой леса. Хорошая была идея, только подход к ее воплощению какой-то бездумный или наоборот продуманный, закопать деньги в землю. И вот очередная попытка преображения территории, но уже другого руководителя. Правда, он говорит, что все теперь будет по-другому, по уму. Сначала поливочник, а потом деревья. И мы ему верим. В марте месяце получены технические условия от Горводоканала. Существует локально-ресурсный сметный расчет. Это в районе 500 тысяч рублей на строительство и пусконаладку этой поливочной системы. И мы думаем, что мы к осени этого года этот проект воплотим в жизнь. И после этого только мы будем высаживать саженцы. Следить за вновь посаженными зелеными насаждениями будет отдел благоустройства, созданный при МБУ ЖКХ. Средства на это будут выделяться из бюджета и оплачиваться за счет МБУ ЖКХ. Согласно уставу, который есть в МБУ ЖКХ, поэтому в его обязанности будет включена и эта функция для обеспечения жизнедеятельности этих саженцев. Установлен счетчик учета воды, будет заключен договор с Горводоканалом на поставку ресурса и будет оплачиваться. На сегодняшний момент уже есть три инвестора. Планируется озеленить территорию протяженностью 700 метров. Мы сделаем запрос и нам уже выдадут зеленое хозяйство, какие будут приживаться в нашем климате, даже учесть то, что вдруг из строя выйдет поливочная система, чтобы можно было без ущерба для деревьев, то есть для озеленения, полить передвижной, то есть автомобильной техникой. Продолжение следует...